Добрый вечер И мы с ним вместе посмотрим выступление команды Dorn против команды 5-bit Это игра в пределах лузер-бреки Так, ребята, ну, не лучшим образом, скажем, в какой-то момент турнира сыграли И попали в нижнюю сетку турнира Но, тем не менее, для них это все еще шанс на то, чтобы продолжать играть Но и по резетам этого Best of 3 мы определим все-таки вылетевшую команду И узнаем, какая команда пойдет дальше в следующий этап Где встретиться с командой либо JK, либо MEC Dorn, MadBestLow, LightGuy, MythUpUp, TheBuddy и Abuzma Против них команда Hellborn, а команда 5-bit Это Манглия Капра, вообще Сахарок, Nulled, LikePro и CS Style Tempest, Pesty и Ingenier Прямо имбушечка есть у Легиона У Hellborn же пока это только Ралли, Моа и Паразит Хотя я смотрел, что те же, например, команда Коц, Коц Каминг, вот это вообще Сахарок я знаю тоже из этой классной команды Смогла сыграть через паразиты против Tempest и что-то все-таки получилось Даже Шайл оставил там Кирилл со своего хардлайна, вот так вот Все правда Все, все правда Ну еще стоит отметить, что 5-бит, я так понимаю, играет с заменой И LikePro не их игрок, да? Не основной Нет их шведа, который их тащит Видимо FlyHighTV Да, что-то такое Швед-то, кстати, реально ничего Реально ничего Такой Ну, такой Не низкокачественный швед Средненький такой швед попался Средненький Да-да-да, средненький Любого шведа Знаешь, шведа-школьника, веришь, случайно, говоришь, эту игру будешь играть И швед говорит, хорошо И все, 1900 Да, и сразу 1900 Просто потому, что это в крови у них Скаут для Легиона, Хага для Хеллборна Ну, на самом деле, с просаженным шведом, я бы сказал, что может быть 5-биты послабее Хотя, на самом деле, что ты думаешь, Сашка, по поводу их вообще влета в голд дивизион и их выступлений? Ну, я не буду просить комментариев по поводу проигрыша команды Кэтс и 5-битом Это такой не очень показательный матч А вообще, оверл, вот что ты думаешь по их поводу? Повезло Просто случайно они оказались здесь, на самом деле Даже то, что они в топ-4 вышли, спиннеров Им просто повезло Во-первых, мы им игру отдали Ну, это особо ничего не решало Они так выходили То есть, они выходили, мы выходили Они проиграли, ой, выиграли Камов То есть, когда у Камов вылетел один То есть, они 4 на 5 играли Там ряд таких случайностей И вот Вот они, да? Вот они Ну, они сразу же, я так понимаю, в лузера упали Сваги, да? Получается, с ними играли Ну, и вот их следующий матч Сейчас узнаем, достойны ли они вообще здесь оказаться Ну, правда, теперь, видишь, Судьбинушка И против них немного выступила Все-таки, они тоже играют без одного из основных звеньев своей команды Ну, как бы, посмотрим Кармы Да, хотя и Флайхай в играх, которые мы смотрели недавно Достаточно был силен То есть, он не подводил уж точно Тянул вверх, как мог Тащил за собой команду И действительно, свои роли, свои герои, свои лайны Он отыгрывал очень неплохо Соул Стиллер присоединился к команде Легиона И есть, что бы вдруг, если что, закерить Вот, наверное, так вот выбирается Дота Стайл, я бы назвал это сейчас Я тут недавно, давеча, в Алматуле приехал Крутой киберфестиваль Техлапс Привет всем, кто знает, что это такое Особенно Алексею Бурдыко Если вдруг он смотрит наш стримец Это, собственно, генеральный директор Техлапса Так вот, пришел я смотреть на Дотку вторую там И смотрю, вот все, знаешь, типа Глациус и как можно больше керри Вот такое примерно там сейчас комбинация И мне кажется, что команда Легиона Что-то похожее даже сейчас и придумывает У Дорнов Три Heavy Late Game'а Саппорт и... На четыре Варитель, Варитель Техлапс тоже Неприятный тип Ну да, да, можно и так назвать У Хеллборна же, в принципе, такой активный достаточно пик Есть Паразит, который хорошо разгоняет вирлигейм При некоторых удачных раскладах Есть очень неплохо себя чувствующая хага На практически любой стадии игры И на всякий случай Хоть и не такая уж прямо Наверное, имба в Лейте Как там Темпест, Соус Тилер, Скаут, Пести Но все же, какая-никакая Арахна Которая, между прочим Даже просто, потому что это Арахна Шурку Стулиза-то насилует В любые, скажем так, позициях Просто потому что Это Арахна Не ожидал, что она там просто окажется Нет, ну конечно, криворукий Хардлайнер команды КЭЦ Я не знаю, каким голосованием Вряд ли демократичным голосованием Капитаном он стал с этой команды Вот Демократичным очень Все за меня Как говорила моя родная тетя Вот так вот есть Это мама и сестра Она говорила А какое волшебное слово Когда имела в виду Какое-то волшебное слово И давала мне самый правильный ответ В моем глубоком детстве Немедленно Вот так вот примерно она говорила И собственно, я думаю, что Когда выбирали капитана команды За меня все голосуйте Я у истоков основания И из Челябинска И из Челябинска, понимаешь? Тут надо сразу все понимать Капитанство просто сразу ушло в мои руки Ну это однозначно, да Но тем не менее Вся эта юмористическая беседа Говорит о том Что Арахна Очень сильный Противник на линии Ой-ой-ой А так не очень так не очень дает нет мне кажется арахна действительно не нужна была в таком пике хага же есть, которая может из лайн простоять мне не очень нравится суицид хага на самом деле как-то в ней профи то больше, когда она на изи лайн все таки стоит а я тут понимаю так а нет, на мидс смотри бежит тут ралли на суициде, что ли? ралли-мо а, типа эсэса загновить типа да ралли-моа паразит, даже вот так вот можно дорисовать эту картину до более-менее полной ну да, скаут там вообще один пока стоит сейчас скрипов будет ловить ну к нему ползет, вот это что-то ну да, сейчас на его скрипове увидит всеми ногами несет свою тушу лайк-про замена для команды скаутки есть инвиза у него не знаю, рахна мне кажется сейчас могла неслабо учитывая то, что уже вкачал первый схил можно было провожать сейчас скаута думается мне но все-таки лайк-про с крипами не убил типа пришлось бы в инвиз уходить и крипы бы просто обратно на линию побежали да, это было и прохарасил что-то бы пришлось может быть сгрызть как обычно пауза мучали разные придумывают причины для этого а всегда что-то случается как только игра начинает сразу там то компьютер ломается тут срочно в туалет надо мне кажется все команды ставят мы тоже грешим этим да, так бывает мы даже тут консорциум недовольный хлан зрителей в офисе компании Гарена недавно говорит мне запрети регламентом я говорю, что? пауза в начале игры я говорю, в смысле? ну так надоедает смотришь смотришь всегда вот эти вот пять минут особенно наедает пик смотреть потом еще пауза да, пикишь длительные минут по десять это всегда пик ну минимум, наверное, минут семь да, да потом пауза всегда минутки две ну сейчас, конечно, якобы технические проблемы у лайтгайдами и даже похоже, что по пятковал он в сторону домой действительно да, это apple user он с макбука катает, по-моему, да? да у него вечно какие-то проблемы с зависаниями в начале между прочим, я-то тоже с макбука и катаюсь стримлю сейчас тоже поэтому хочу сказать, что как apple user моя мой пукан в порядке его его маленько страдает не опытный еще пригоревший немного, да наверное, действительно потому что он не умеет общаться с крутой техникой made in China, между прочим пест один на один с хагой не знаю судя по последним хунтурам нашим пест всех выигрывает на миде прям вообще всех? ну, в прошлом хунтуре было для меня удивительно как он выиграл баблса на миде потом кого он там еще выиграл тоже кого-то ранжевика это надо у яйцов спросить это у них тут инсайдерские информации продолжают поступать с каждой просто с каждой игрой с каждой минуточкой часиком развития событий в этом цикле особенно занимательный он именно тем что решается третье четвертое место лана кто едет и сейчас вот пишут мне инсайдеры что если это бо3 раскатывает дарны а завтра мека проигрывает джекейм то дарны едут на лан ну да тут я уже вообще таблицы нарисованы на листочке есть я уже все просчитал что мы тоже кстати в офисе рисуем на доске а так а если эти а вот эти а если и сильвера там а если еще ну боже там такие конечно у нас просчеты у сильвера я так понимаю могут конечно яйцы но я так что-то вроде слышал им вроде как не разрешено ну у них вот потому что они играют с вуку а вуку никак не может быть он завтра в армию уходит ну вот поэтому у них шанс не велик хотя они вгшек обыграют сейчас они сейчас обыграют и в сильвере займут таки первое место они 11-0 третью игру они сейчас так катают уверенно кстати первую проиграли смело вторую выиграли так еле-еле а третью 11-0 иди сюда ну три команды так понимаю определены уже ну боль каменька боль каменька да то есть к двум точно никаких вариантов да а вот ну к вам там был шанс их подвинуть в некоторых вариантах да но очень маленький да там по-моему как раз наоборот вот 5-бит должны глубоко поехать там gk и 5-бит если глубоко заберутся то могут спихнуть могут а и мека там же тоже может спихнуть у мекки же 2 до 2000 очков если мека в топ-3 попадает то нам ну тогда просто они с четвертого поедут и все камы станут ну кстати да там очень я как-то помню на листочке есть ну это же схема это было прорисовано искать неохота ну там очень маленький процент что камы как-то чудом не попадут ну так то вообще да скорее всего это мы можем сказать что все-таки третья команда это именно кам а вот за четвертую идет смелая такая борьба при том что и 5-бит и джей кей и дарны и мека имеют шансы ну да мне кажется больше будет разворачиваться между меккой и дарнами скорее всего как я думаю и прогноз что мы увидим противостояние как раз таких и кто в их паре выиграет тот поедет да но мне тоже кажется есть чувство у меня что дарны сейчас переедут 5-битов ну вот есть такое ощущение ну хотя вот последнее время мека не очень выступает может быть джей кейс могут их одолеть в принципе еще джей кейс кстати такая очень активная команда очень хорошие ребята до сих пор мы с ними на ламах особо не тусили я думаю что и они тоже достойны вот посмотрим эти очень интересно дарны тоже тут ну ударнов как минимум два организма из москвы как минимум один с украины до баде с украины мой земляк между прочим запорожье он запорожской области фаб не знаю откуда и мед тоже не знаю откуда как-то не уследил вот она у джей кейс тоже там несколько украинцев mental украинский армянин да и с харьковом думаю на одном поезде с стендимоном поедет они там живут друг друга 30 километров при том что один в россии да ты иди в россии кайстал я смотрю полюбляет немного тавером угоститься как мне мой товарищ выражается орехи от тавера отведать и так уже не первый орех еще по-моему ни одного удара по нему не сделал песни да ни одного удара по нему сделал песни а сам сама прохарасился к стая уже так ничего цес то внизу страдает три крипа все ну посмотри да и до дэмэдж дан у хаги и у арахны весь то есть больше никто героев не не трогает просто весь трудно подойти пока караке так вообще не подойдешь я мог подоглее себя вести там с инвиза пробовать и постоянно харесить тоже опять же да была игра где шура стуль изыграл на скауте там хороший был пример того как скаутом можно стоять один на один ну да как бы это не хага который может зацепить и долго не отпускать все таки пока когда есть этой паутины лучше с ней поразмениваться хпшками тем более есть щиток тем более крутой щиток вообще-то не не какой-то там очень аренд щиток бедняка все время это кстати гинго по-моему так называется это против доти мне тоже так кажется пурман шилда пурман шилд эх мистнул кикой по по паразиту и тут угоняют ну кажется мне что все равно убежит не пустит не пустит а поди блочит хорошо за медло на 100 квадрат пушки но при этом все равно муспида у мангеокарпы карпа а он возьмет и лансерова бежит о станчик на 22 тика есть первый скильчик крип ха 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 будет по крипу но уже 375 муспиды конечно что-то решает но все таки это блатлас ну эфорта конечно прямо в алё абуз абуз выезжай мы тут паразита уже где-то в третий месяц гоняем на нижней линии абуз качаю флай и лечушку скаут походу услышал мои советы все пошел арахну нажимать да на арахну пошел ну нажимать на арахну это отличная тема на самом деле и то что легион открыл счет и еще и мидеру достался этот супер классный и приятный блатлас на хасте бежит абузами внизу внизу и компелом все придется тратить да бустан очень неплохо мастера у нас конечно получит компел но уже мертвым организмиком прилетает он из-за этого компела еще и нулит похоже будет умерли бумерли да не себя да должен был себя простанется бою и шанс бы хоть какой-то хоть какой-то шанс появлялся а так мертвым моа кинулся он во врага и получилось нифига стихами если уж мы заговорили 3-0 в пользу легиона так 3-0 по голдень сегодня очень много так 700 голды 800 тут у нас вообще конечно то есть это в чате такое веселье прямо аж вообще лал про пашкиного слизер да слизер да слизер как только не коверку эти герои специально слизерд слайчер я хуже бэш арахна очень неприятно арахни на ускорку с к сожалению инвиз через сейчас в разорачивании арахну убивать арахну да 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 закончился инвиз закончился инвиз ману закончился очень быстро раскатаются скаута теперь уже нет вариантов почти там вопрос конкретно один маны да где-то ну не один ноги 33 маны стоял вопрос сейчас этого кила на арахну но все-таки это арахна тем более теперь еще и шестая скаутом легче будет ей совладать немного спокойствие чуть-чуть совсем так что пропадаешь это не я не я не причем я на месте не волнуйся я с тобой нет не такой не за нервовость ты просто работают далеко начинаешь что нормально разговаривать что я теряю может и ты в челябе там всякие я слышал про метеориты да метеориты крутая вещь была ты видел был летал оседлал нет я я ложился спать и выключаю свет в комнате светло все равно да да и думаю что у меня проводка типа тупиц что лампочка просто начинает накаляться а это как метеорит летит к сашке то у хаги немного проблема была сейчас пестерин чуть было не выиграл медок как как и планировать непонятно какую проблему то пести больно вот настолько как ты остался и смотрю да он сначала такой нападать буду на хагу потом боже что-то я умираю убегать буду от хаги и такой бодя накатает накатает бодя три два один кстати ноль один секунды тройнуть да шанс микро шансик был все таки все таки достиг какого-то желанного фрага скаут бегает уже бедный пробежал пол карты он за этой хага но очень приятная хага хотя бы за пестеринца бодя отомстит будет трудно для него даже против арахну уже вообще не постоишь паук то вижен даст ну собственно да арахну пришлось ему бросить действительно шестой арахна уже по крайней мере именно скаута на свою линию не пустит немного погрызться внизу ребята придумали темпус шестой скаут тоже бы не против кого-то фрагнуть какой-то сальцо дефансив такой чили что это было скаут бегает все но какие у него варианты ровно я не знаю тут как бы станут особого хорошего нет кига только кига еще попасть и сальцо на кулдауне правда 7 секунд какой-то варь наверное есть кига балпал сало нет если было сало наверное получилось бы скаут катает ульту будет будет не будет хорошо сориентировался ваще ваще сахарок выдал станчик и скаут не докатал эту мертвецкую ульту в ралли ралли получив банку от саппорта не переключает в наглые ботинки по-моему это неуважение к дотациям саппортерским но тем не менее главное что выжил главное что выжил много бегают по карте не фарпят даже вот сейчас ведут по счету а по экспе проигрывают по голде там вообще 300 голды ну не знаю что нам покажет арахна пятером уже внизу тут энергайзер покажет как думаешь арахна ну да наверное для мидгейма хороший для ну такого начального хорошего это может не знаю сразу яшев доминанта дальше в кире но мне кажется что сейчас если будет форматом то она так как он на какой-то момент сильно вперед уедет ну вообще карта бедная сейчас видишь да 300 ни у кого нету ну арахна трудно фармить у нее ничем от всего нету всех тыкать по этому по очереди не очень да правокромночный фарм никогда не был эффективен да с побыстрее наверное скорее всего надо как раз таки брать энергайзер может быть бк и пробовать искать скаута да кого-то ходить убивать там собственно ее текущий паук восстановит вообще кого угодно то есть ну сс не уйдет даже пестику на флай будет тяжело унести ноги тем более что ну хотя вот он докупил конечно стимы хотя бы косарик получил хп но все же не то чтобы прямо супер быстро да вообще фармала ни у кого у вас сабодорнов нет я не знаю карта бедная вообще карта бедная просто никто не фармит они просто бегают по карте все ничего не делают не фармят не убивают бодя бегал бегал на инвизе пересидел количество маны достаточное на ульту и теперь похоже вынужден будет вообще убежать внизу тем временем замануха паразит въезжает по темпу темпу сможет крутнуть и крутит а че нет крутит эээсэс удивительный выдал конечно кайлы половиной не попал но кстати даблкил получишь но умрем не знаю честно говоря сейчас конечно ульта бы заехала окей но наверное он на девятом собирался ее качать ну как бы да я не знаю точнее не знаю тех кто качает до девятого ульту нет я кстати знаю я не качаю редко видел что такое происходило я тоже редко вижу но действительно оптимально в нем качать именно действительно на девятом сейчас бы да зашла конечно сейчас бы зашла даже на шестом вот честно кто же знал это 3 в 5 такой файт и разменялись как они там 2 на 2 2 на 2 прикольная стата вообще по килламу ударнов 1-1 у четверых вот такие вот ребята при этом мёд 3-1-3 для эсэса неплохо хотя арачно по итогу выступила отменно на медлайн тем временем паразит с ралли и всеми остальными въехали в обузму и получили этот фраг только арахна где-то отдыхала что же выберет себе все-таки лайк про 2 500 яшка энергайзер энергайзер нормально да классный айтем очень хорошо я хотел наверное в пк увидеть ну мне нравится в примере арахна даже с пк играетесь гангующий сразу герой становится ну учитывая то что арахна должна понимать что перефармить здесь кого-либо у нее не получится даже слабо фармящему пестельницу она проигрывает по фарму то действительно вот даже пк не будет каким-то там презрительным будет вполне уместным айтемом и скаута и темпаса ловить вообще отменно пк это конечно больше для паба ну актуально тут-то как бы команда наиграет может нарваться на байт так ну вообще да самый лучший вариант наржайзерку дальше вот я не знаю что бкб я обращал внимание что вообще не сильно бояться в компоте собирать инвизы против пестеринца а как бы ну не сильно принципиально это ну а что бояться ему надо еще повесить ну да арахна то собственно инвизы в основном не то чтобы для сейва а скорее для инициации для догонения какого-то да у некоторых розов тоже тем более это только песни действительно инвиз может быть уместен но в этой ли игре в этой ли игре я думаю чуть жизни бы чуть жизни какой-то даже я думаю шранкин какой-нибудь надо геометрик шранкин да вот что-то такое инженера эсэса инженера да противная эсэс тоже много дэмэджа даст по-другому дэмэджа не смог дэмэджа он сразу идет ну есть в этом определенная паразита аргументация арахна и паразит стан ну вряд ли конечно от хаунта хаги вдруг цепанут а так не цепанут а так не цепанут а так не цепанут ну сейчас 0 стол ну правда потому что бывает иногда ну стол вообще не в тему сейчас он так более чем более чем не только форматом скажем так ну и сейчас конечно трипл стаки фармит не как арахна уж точно ну да арахна вообще печальный 4 секунды занимает у него забрать трипл стак большой арахна бы пилила его наверное секунд 20 ну да если не больше там еще кайтить надо будет бегать следующим айтомом для лайкпро будет фаер бренд все таки и наверное же геометр ну да дальше геометр там ну это основной керриан в керрибилд так и будет идти никакого там инвиза ПК не увидим кстати пейселинс покупает ПК и паразит покупает ПК ну пейселинс а пока как по мне поинтереснее выглядит чем паразитовский паразит ну как минимум просто потому что паразит всегда ограничена одной целью скаут такой окей просто увидел хагу и тэпнулся отсюда пейселинс 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 даже наверное да это дефолтный билд раньше так играли скаутом да всегда это было фазоэноджайзер шилдбрейкер это было всегда он суппорт фрезает очень похоже а тут как бы ему шранкин не особо то и нужен скорее нулстоун тот же самый ну он дорогой фармить мало что даст для деменжа ну да а ему лучше пытаться не подставится под арахну да чем 5000 на это тратить стана вряд ли он будет ловить его все таки будет либо арахна цеплять либо потом ну хотя бы наверное только арахна паук для него в основном будет если конечно он расфармится и будет таргетом хорошим пейселинс пейселинс ну как то уж прям очень любит неплохой динайд дебади кстати такой очень интересный разогнанная так спидой и за динайл хорош хорош причем от арахна от хаги летела тоже уже ну вот скаут все киллы в игре как бы а если ты еще и своих забирай ну вообще просто был бы он блатхантером да сейчас бы вообще иммортал взял негодяй паразит пк вроде как все так ничего у него но при этом 2 1 3 и презенса вообще в игре я не очень много его вижу как то уж да еще счет пока маленький как то так просто темп игры как для 20 минуты достаточно невелик много действий которые скажем не самые эффективные рума какого-то да беготни что ж такое у меня все норм я тебя тоже хорошо слышу нет ты пропадаешь иногда ты на пол фразе не договоришь я теряюсь не знаю то ли договорить за тебя то ли ты там говоришь а я не слышу ну лавка можешь перезвонить чисто ради трая ну чисто вдруг попустят давай 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 снова попытка въехать по пестеринцу что ли да и по пестеринцу вполне успешная попытка въезда обузма на всякий случай умирает еще раз давая возможность команде темпы с пердонул на окей вот так я не знаю это было ничего и ну конечно конкретно нулит даута тимфайт конкретно полностью его вина потому что вместо компелла по темпосту и эсэсу он тупо забежал в ульту просто забежал ну темпост так нельзя взял слоил хорошо крутнул да при том что темпост ну не поздний пк да это после мастерлабы после ринга в сорсере пк тайминговый нормальный хороший и отличная просто замечательная его реализация сразу игра так повернулась и уже 9 тысяч практически идут хотя вроде смотрели было 3 тем более дарны еще на пикинг фазе мы говорили о том что дарны напикали дофига лейта и этот лейт уже на 22 да супер актуальным становится скалчис да хороший пик скалчис будет со вторым шилдбрекером сс уже с нульстоуна в сборе и даже даже может позволить себе новый выбор какой-нибудь айтем ну инвиз наверное да пк инвиз что там это будет ну инвиз я бы наверное ему да вообще не зазорно инвиз вообще пк пк все хочет успеть все таки вообще вплотную дать ульту не как сейчас ну он сейчас больше скажем для замедла да хотя и по всем но но надамажил не максимальное количество из возможных не успевал уже к концу дырки так улетел ну снова там демор что хватило получилось все равно больно душ это фуловая собственно конечно хороший герой вот пикать его жалко не всегда получается ну не всегда он влазит вот просто просто если у соперника трейн пик то процесса не пикнешь уязвимый герой вначале очень да и дальше тоже уязвимый собственно ну просто если есть как ему себя проявить и есть чем его дефать и как ему начать чтобы много не умирать ну собственно этот рецепт правда применим вообще ко всем героям нет просто если фарм вначале то потом то он очень жесткий учитывая что фармит он быстро главное чтобы вначале не затренили то пик СС вообще один из моих любимых героев да при том что даже камбэкнуться у него реально неплохой шанс если этот рейн не профармил весь его лес там не побивал 300 раз саппорта который ему стакает да и так далее вот хоть с третьего этого левела в лес среди при том что здесь для ССа есть место что прикольно при том что есть темпус да который фармит свой лес но при этом ССу досталось достаточно большое количество стаков в собственном лесу а темпус так уже глобально особо ни на что не претендует в плане фарма у него и так уже все просто супер классно супер классно шанкин доделает да и тем более шанкин я думаю скиллов доделает прощание с паразитом не добежал он до крипа обуз так запрыгивает на паразита игнорировать свою ульту думаю да без ульты убил его даже не повесил на паразита такой самоуверенный в себе ну это же обузно ну что на башки вопрёт да ну кстати так-то башенул то он два раза удачно вполне но обуз и так и есть уверенный в себе что-то ну один на один чемпион топ-топ 2 один на один как-то так ну первая игра конечно крепко идет в сторону в пользу команды обуз очередной фид кстати и очередной бестолковый команда да причем пошел в сторону т2 без какого-либо вижна без ничего уже по разу нумер на миде и сейчас тоже конечно умер не лучшим образом но зато команда не растерялась думает ну а бус видит мы хоть арахну заберем вот так и арахна в принципе умерла ну так конечно хага там что-то пытается теперь уже выступить и слайд бренд на кайс стайле но как таковых супер классных перспектив нет сейчас сс купит шанкин нольстоуна у него уже нольстоун и пока у него уже есть купит шанкин и собственно у хеллборна так это особо никто ему что делать не будет да там не остановить хага 250 гпм это лайт бренд ерунда пока угу ну асс из тех персонажей как вот тот же корабль дисайпл он даже как драконец да он даже с дефенси вайтовыми все равно на коне у него демо же с руки все равно дофига он все равно очень эффективен то есть просто с шанкиным еще там будет 240 с руки и такого на карте нет ни у кого хотя ну скаута наверное уже есть нет нет еще минус армор там еще и ульта и который так дамажит бешену тем более 1 16 на карте он будет и если к этому моменту появится возможность классную ульту накатать то я думаю это будет уже ппп ну все к этому идет конечно перспектив мало паразит как-то незаметен вообще в игре я же говорил да еще 10 минут назад я сказал что паразит как-то не очень тем более так особо кроме не фитсбука вот что он на нее купит кодекс ну да нет это некра некра да да я не знаю мне не нравится эта тенденция сейчас на хантуре повторение показали да и причем барян я смотрю тоже влюбился в этих некров нет некров то это он и начал а теперь все и решили что это круто собирается мы пикнули один раз арахну он теперь пикнули пикнули свифтавлис его тоже начали пик я говорил с это с женей с броктайпом что на эти пики которые мы пикали не стоит засматриваться командам потому что они чисто попробовать и иногда были для чисто для фана пикнуты без претензий что это им бы пик ну хотя некра здесь может не самый плохой вариант ну не знаю ну даже хороший в принципе тем более они чуть бафнуты видят инвиз всегда хотя у него у него уже есть я думаю он просто купил только поясок ну посмотрим как он на первых пазлах будет путешествовать на первые вообще мне кажется ничего не дадут мне тоже кажется что ничего даже вызывать наверно не стоит двести монет только даст эсэс просто с ульты их заберет там неважно скал рейнджа шуршит с пестеринс в сторону вражеского леса ваще сахарок припрятал вард который кстати сейчас этот паразит по моему жизни спас ну эсэс шестнадцатый с шанкиновой пока пора ну да ну классический трейн от дурнов просто решили пойти опять все вместе походить пошли бы уже плод забирать последнюю вышку и заканчивать варгить там конго и забирать его и заканчивать уже совсем игру так побежали на топ, сейчас разбегут то по лайном потом опять соберутся тянут сами да им спешить то в общем глобально некуда просто чисто из соображений эффективно времяпрепровождение да? можно уже приступить к следующей игре ну да понятно же что и ты преимущества у тебя там сумасшедшие закончить игру можно за два шага там забрать вышку забрать конго забрать базу ну три получается два я уже думал бузма по привычке побежал отдаваться но на этот раз умно поступил и отправил грючу скаут тоже с третьим шилдбрекером бегает бегает хоть бы в каких пацанов шилдбрекера нам показал уже или подбрался или отдался уже хоть бы что третий шилдбрекер вот реально по-моему еще ни одного удара он с третьим шилдбрекером в героя не сделал а бустом иллюзии развлекают ну даже забашил разок иллюзия иллюзии могут башить? да вот сейчас была прорисовочка баша в ралли а сам стан был? может просто плюс Д сам стан не заметил может просто плюс Д можно если иллюзии башят то это все геометрия на всех хаааах ну да ну кстати скилловые это не исключено что и могут по моему нет по моему нет вроде тоже нет почему-то когда я не играю у меня даже махни возникают такие иллюзии башен я точно знаю что нет когда я в игре я почему-то всегда задумывал себя ну давай скаут убей саппорта мы посмотрим как дамажишь ну хоть бы уже связь фейкает ульту или что это был за страшный звук? Я тоже не знаю. Может, это Scout War Style? Оооо! Какой агрессивно так озвучка установки Warp в Peste ПК, ну боже, ну что еще ждать? Tempesta разве что ПК, ну это еще аж 1300. В смысле, Шанкина? Ну да, в смысле, Шанкина и там, и там, да. Я говорил, СХ, а не ПК. Да, мне кажется, и у Tempesta есть, нет? Как-то у него денег. Не-не-не, только Warhammer купил. А, ну не знаю, видимо, это решили подождать. Сейчас дождутся книжки, дождутся геометра. Там, Ралли купит Бульварку, наверное. И поразит с третьим игроком. А нет, ты прав, да. Все, что еще ждать? Вот что еще ждать, что? Ну пошел файтинг, который очень быстро забрали Скаута, на удивление. Ультунуло Арахтов инженера. Инженер, конечно, не самая опасная цель. СС мог уже и стопнуть эту ненужную ульту, на самом деле. Раскатал просто в поле. Зацепил или нет? Да, зацепил, но не догнал. Ну не знаю. Опрометчивый въезд, без Tempesta. Tempesta должен был бить в гон, кричать, пацаны. Я жду свой шанкин хэд. И без... Без пестельница при этом. Да, 2 на 2, но... Можно было в ноль. Ну, да. Можно в ноль, но разминка неплохой. Даже втроем дрались, и то... Двоих смогли забрать. Отдать саппорта и скаута, которого там инстантом убили. Так, сейчас конгур. Нет? Нет? Нет. Давай. Ну, вижен какой есть какой-то. Ну, хотя плохой вижен у легиона. Ну... Да. Подступ не видно к конгуру. Ну, не знаю. Можно понаглеть и так забрать. Ну, въедут вас. Убьете их. Боятся. Боятся конгуру. Осторожно играть. Цена ставки очень высока. Ну... Вообще. Ну, да. Говорить о том, что что-то делать неправильно. Дорнам, чем глубже, тем лучше. Дорнам вообще проигрывать, как бы, не в их интересах. У них-то прям наклевывается в план. Все-таки в топ-4 попасть. Наверное, главное отличаться. А не какой-то призовой на мир. Ну, они и ждут. Ждут. При этом, конечно, Абуз, по-моему, все делает для того, чтобы веселее была игра. 5 смертей уже от него. Что-то делаем. Ну, бежит там, да. Дайвит. О, сейчас, кстати, что-то может и получиться. Да, Абузан Адабузман должен провозвать инженер. Инженер будет ли ульта? Даже не пригодится. Врач Схага. Ну, имеет блинк, но... Савва хватило, чтобы сделать по ней. Второй килл. Ну, теперь уже точно бояться конгура незачем. Два удара просто помогут под ДД. Песенц. Забрал. Ну, да, да уже же... Нет. ХГ. Конгор, ХГ, ХГ, Конгор. Да, ХГ, а тут минус 3. Да, идти-то. Какой Конгор? На анатернативе. Тем более, всё ещё есть ДДшка. Окей. Парачно, до свидания. Это иллюзия. Как он? Ну, выглядело эффектно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Абузма повёлся. Зато Абузма first hit bash. Ты видел уже раза четыре подряд? Мне бы его без участия, у меня вообще эти паши не бывают практически. Вообще не люблю процентные спелы в хоне, это дократ легионеры у нерфа, по-моему еще какие-то муты убрали, а за это муты. Ну, смолнии убрали, хроносы убрали, да. Вот, это действительно, я тоже очень считаю, что вот эти все процентные штучки убирать, это прикольно. Тем временем, пока мы про процентики обсуждали, первая победа за командой Дорн. Вот так тихо, уютно, без каких-либо там, да, лишних ожиданий просто решили команда Хеллборна на это время и 5-бит просто взяли консидерную. Вторая игра этих же тимов, решающая, важная очень игра, особенно для Дорнов, в которых действительно эта игра, вторая, если вдруг они победят, приведет их на Лан в Киеве-Феврале, ну, это, я думаю, будет что-то интересное. 5-бит же тоже имеет шанс на этот Лан, но только если выиграют это Бо-3. Посмотрим, оставайтесь с нами, через пару минут продолжим эту встречу.